Сразу три города России оказались сегодня в центре крупной спецоперации. В Казани, Уссурийске и Новосибирске наркополицейские задержали крупнейшую в истории партию наркотиков. Такого еще не было. Изъята партия курительных смесей, которая по самым скромным подсчетам стоит 38 миллиардов рублей. Уже тот факт, что в наручниках оказались сразу более 20 человек, говорит о масштабах преступного бизнеса. Георгий Алисашвили узнал подробности операции. Серия синхронных задержаний. Группы захвата одновременно работают в нескольких регионах России. В качестве складов и перевалочных баз наркоторговцы использовали гаражи и квартиры. Стоять! Сними ноги! Руки за спину! Масштабы рекордные. В ходе спецоперации изъято тонна концентрата синтетических наркотиков. Из этого задержанные могли изготовить 20 тонн так называемых спайсов. На сумму почти 40 миллиардов рублей. Речь идет о хорошо организованной международной преступной группе. В Россию наркотики ввозили из стран Юго-Восточной Азии, где они и были произведены на огромных фабриках. Оттуда большегрузами опасную смесь развозили по всей России. От Дальнего Востока до Средней Волги. Ноги шире! Руку за спину левую! За спину! Изъятый концентрат настолько токсичен, что эксперты ФСКН, проводя химический анализ, работают в специальных защитных костюмах. Так называемые спайсы – это тяжелые психоактивные вещества. Даже разовое употребление которых ведет к непредсказуемым последствиям. От полной потери контроля над собой до летального исхода. Спайсы – это комбинированные наркотики. Там различные наркотические вещества, смеси различных наркотических типов. Когда человек принимал какое-то время спайс, к сожалению, порой изменения центральной нейросистемы становятся невосполнимыми. Такие пакеты адской смеси, как называют это вещество сами дилеры, продавались через интернет. В последние месяцы по всей стране прокатилась череда трагических случаев, причина которых так или иначе сводилась к приему именно этого наркотика. Шокирующая история в Подольске. Глава семьи зарезал двух детей, а потом напал на жену. На допросе он нехотя признался – употреблял. У меня курил сигареты, возможно, со спайсом. Анализ изъятых сегодня наркотиков показал – от спайсов того же фабричного происхождения недавно чуть не погибли дети в Новосибирске. Три девочки, играя в садики, добавили наркотическую смесь в воду и выпили. Как итог – кома. А спайсы были из той же партии, что и сегодняшний улов оперативников. Часть ушла на розничный сбыт, и уже маленькими пакетиками это дело все, так сказать, расфасовывалось и продавалось. Это тот наркотик, который уже был превращен в курительные смеси, был обнаружен в Новосибирске, там, где детишки отравились, поскольку их родители уже давно сидели на этих наркотиках. Всего в ходе операции задержано 23 человека. Все они уже дают показания. Однако главарь преступной цепочки, известно, что он проживает в Эстонии, подался в бега. Его розыском занимается Интерпол. Георгий Айсашвили, Валерий Жичкин, Первый канал.